Отопительный период в Твери, о котором теперь можно уже говорить в прошлом времени, длился непривычно долго, без малого 8 месяцев. Он начался в сентябре, а завершился на пороге лета. Из-за холодной погоды дату отключения теплоснабжения нынешней весной переносили дважды. Планировалось, что подачу теплоносителя в дома завершат 19 мая. Но вновь мешалась погода. В регионе резко потеплело. В итоге случился еще один перенос, но теперь уже последний. В соответствии с постановлением главы администрации города, сегодня мы отключаем весь жилой фонд. В постановлении говорится о том, что соцобъекты определяются самостоятельно. Соответственно, это путем обзвона, переговоров с этими потребителями. Мы их отключаем, либо пока они остаются с отоплением. В межотопительный период Тверской генерации предстоит выполнить комплекс мероприятий по модернизации сетей и оборудования, а также отремонтировать участки магистральных трубопроводов. На первом этапе будут проведены гидравлические испытания теплосетей, которые стартуют уже 19 мая на Петербургском шоссе от Петербургской заставы до Горбатого моста и по улице Луначарского. Вслед за этим пройдет второй этап регламентных работ, в ходе которого начнутся поочередные выводы в ремонт ТЭЦ. Именно этот этап прочувствуют на себе потребители. Во время его проведения в жилом фонде будет планово отключаться горячее водоснабжение. Но ненадолго. Законодательство нам отводит две недели для того, чтобы мы на участке тепловой сети провели испытания, провели необходимые ремонтные работы для подготовки в следующий отопительный период. Мы будем стараться и в две недели больше жителей не ограничивать по горячему водоснабжению. Первые плановые отключения горячей воды произойдут опять же 19 мая. Ознакомиться с графиком ремонтных работ и узнать, в какой именно период весенне-летнего сезона на каждый конкретный дом будет ограничена подача горячего водоснабжения, можно узнать на портале Твериград и сайте компании Тверская генерация. Юрий Бумбур, Андрей Шибаев, Твериград ТВ